Михаил, приветствуем! Спасибо огромное, что согласились ответить на мои вопросы. Опыт каждого сыроеда в отдельности, тем более врача-сроеда, это настоящая кладезь ценной информации. Здравствуйте, Кира. Еще раз спасибо вам за то, что заинтересовались мною и захотели провести со моим интервью. Сейчас я постараюсь ответить на все вопросы, которые у меня для этого интервью задали. Первый вопрос, который я хотела бы у вас узнать. Являетесь ли вы сейчас стопроцентным сыроедом и что означает для вас опыт сыроедения? Что вы приобрели и что может быть потеряли? На данном этапе жизни, как и на протяжении последних нескольких дней, я не являюсь сыроедом, потому что я являюсь почти стопроцентным фрукторианцем. И это не одно и то же. Потому что фрукторианство предполагает отказ от целого ряда продуктов, которые едят сыроеды. Говорить о том, что фрукторианство, как это часто бывает, это часть сыроедения, то же самое, что говорить о том, что сыроедение это часть обычного традиционного питания. Потому что обычные люди тоже едят немножко сырых овощей и фруктов. Вот, так что я считаю именно питание фруктами естественным для человека, а все остальное это какой-то подготовкой к естественному питанию для человека, то есть именно к питанию фруктами. Поэтому я сейчас именно конкретно сыроедением не занимаюсь, но как я, собственно, им практически никогда и не занимался в плане работы с людьми, я сам практикал сыроедение в течение нескольких лет, и для меня именно оно и стало шагом к тому, чтобы перейти именно на естественное питание, на питание фруктами, которого я сейчас и придерживаюсь, и планирую придерживаться и дальше. Ну, насчет того, что я приобрел и что потерял, здесь мой опыт не слишком показателен, потому что в основном люди хотят услышать о каких-то изменениях в плане здоровья, в плане каких-то физических достижений, результатов. Но у меня здесь всегда все было хорошо. Поэтому у меня как было все хорошо со здоровьем, так и остается все хорошо. И я не могу сказать, что я вот был очень там старым и больным, а вот перешел на такое питание и стал молодым и здоровым. Да нет, всегда, всегда был здоровым, надеюсь, что и молодым тоже. И было, остаюсь. Так что здесь практически сказать нечего. Ну, могу сказать там, что повысились у меня какие-то результаты физические, физические показатели, спортивные, но они точно так, поскольку я все-таки не профессиональный спортсмен, поэтому сами по себе они никого особо не впечатлят, потому что сразу можно найти там кучу спортсменов, у которых на обычном питании эти показатели намного выше. А с другой стороны, если говорить там лично обо мне, то тоже любой человек скажет, да нет, ну если бы он просто нормально тренировался, он бы безо всякого изменения в питании точно так же бы все этого добился. Вот, другое дело, что поскольку я перед собой такой цели не ставил, а занимался всегда для себя, и я знаю, что раньше, например, я 10 лет занимался каким-то там, какой-то физической нагрузкой в определенном объеме, и у меня эти показатели, они все были стабильные, а вот при изменении питания через какое-то время на фоне тех же самых физических нагрузок у меня все показатели выросли там раз в три, раз в пять и продолжают расти. Ну то есть для меня-то это какой-то фактор очень серьезный и вполне объективный, но на других людей это сильно впечатлений не производит, поэтому я это тоже обычно никому особо не предлагаю. Вот, а для меня самые главные изменения произошли скорее в плане мировоззрения, миропонимания, в плане духовности, ну это же очень субъективные вещи, и, соответственно, их тоже не предъявишь человеку, что вот у меня справка, что у меня теперь все хорошо стало. Поэтому, к сожалению, я здесь не показатель. Вот есть люди, у которых действительно были большие проблемы со здоровьем, и которые с этими проблемами полностью справляются и очень здорово улучшают свое качество жизни именно при изменении питания. Ну, я про таких людей опять-таки могу только рассказать, среди моих пациентов таких много, но я сам здесь не показатель в этом смысле. Михаил, следующий вопрос берет покоя огромному количеству людей. Это негативный опыт сыроедения. После 5, 6, 7, 10 лет стопроцентного сыроедения у людей начинаются проблемы с зубами, со здоровьем и так далее. Тому пример опыт достаточно продолжительный Виктории Бутенко. Сначала переход на сыроедение позволил ей избавиться от многих проблем, а впоследствии приобрести эти проблемы. Вот как вы относитесь к такому негативному опыту сыроедения? Ну, Виктория Бутенко, конечно, настоящий взрыв информационный произвела в нашей среде. Своим последним выступлением я не сторонник сильных выражений, но это действительно кроме как взрывом не назвать, потому что даже меня просто атаковало огромное количество людей вопросами о том, просто воплями и умолениями что-то сказать, что это все неправда и что, пожалуйста, не верьте этому. Так что я не хочу разбирать конкретно случай Виктории по двум причинам. Во-первых, я его досконально не знаю. Я, честно сказать, даже то выступление до сих пор не посмотрел и не уверен, что хочу его смотреть. Но я уже и так прекрасно представляю себя, о чем там идет речь. Столько раз мне про него рассказали. И самое главное, что я был в общих чертах в курсе того, что происходит с Викторией и до этого выступления. Поэтому меня-то как раз оно совершенно не шокировало, не удивило. Даже наоборот, скорее оно восстановило какое-то непонимание, которое у меня раньше было, когда я видел Викторию и слышал, читал там о ее опыте. И у меня там рождалось ряд непониманий, как это так вот у нее складывается. А теперь вот как раз наоборот стало все понятно. Но при всем при этом я отношусь к Виктории с огромным уважением. Я сам переходил на сыроедение во многом по книгам Виктории Бутенко. Поэтому я считаю для себя просто некорректным разбирать ее опыт. Я к ней вот как снизу вверх на нее смотрю. Так что опыт Виктории это опыт Виктории и ее семьи. Единственное, что я точно совершенно категорически против, это то, чтобы распространять этот опыт, экстраполировать его на других людей. Вот это беда практически всех не специалистов, которые не работают с людьми в большом количестве. То есть они обладают в основном своим личным опытом. И когда человек имеет только свой личный опыт, он подсознательно уверен в том, что этот его личный опыт, он относится ко всем людям на свете. И если у этого человека такая мощная харизма, мощная энергетика, то он начинает этот опыт транслировать всем, распространять на всех. И говорить, вот я вот сделал это, вот у меня это дало вот такие результаты. Вот вы все делаете это, и у вас тоже это даст эти результаты. Вот к сожалению, к реальной действительности это все не имеет практически никакого отношения. Я могу об этом сказать, потому что я как раз работаю за свою жизнь, как профессиональный врач, я работал с огромным количеством людей. И даже находясь еще в рамках традиционной медицины, что я точно совершенно успел вынести из традиционной медицины, то что у каждого человека все по-разному. И никогда нельзя быть уверенным в том, что вот у него пойдет, даже когда это касается лекарств, которые, казалось бы, вдоль и поперек изучены, исследованы, и всегда все знают, как они работают. И ничего подобного никогда ты не знаешь, как на каждого человека подействует то или иное лекарство. И если ты каким-то методом лечения вылечил 100 человек, то когда к тебе приходит 101 человек, у тебя никогда нет уверенности в том, что 101 человек точно так же выздоровеет, как выздоровели до этого 100 людей. Потому что он может быть совершенно другой, на него может быть совершенно не подействует то, что действовало, зато подействует какая-нибудь ерунда, которая не действовала на предыдущих 100. Поэтому вот что точно мне совершенно не нравится, то что этот опыт предъявляется всем для пользования вот именно в таком вот готовом виде. Так, поэтому я считаю, что каждый человек здесь может приобрести какой-то собственный опыт, и он обязательно будет отличаться от, что от опыта Виктории, что там от моего личного опыта, что от опыта любого другого человека. Потому что, ну, я, как я люблю говорить, я не знаю двух одинаковых сыроедов. Ну, если там немножко расширить, то я вообще не знаю двух одинаковых людей. У каждого человека все по-разному, и у Виктории это прошло так, у ее семьи это прошло так, а у других людей это проходит совершенно по-другому, но они просто молчат. Об этом там молчат, рассказывают мне, там рассказывают кому-то между собой, но они не пишут книг, они не выступают с лекциями, соответственно, не вызывают таких вот взрывов. Что касается именно в общем и целом этой проблемы, то я вижу два ее основных фактора. Физический и не совсем физический, то есть больше такой эзотерический. Вот. Первый физический фактор – это вопрос очищения организма. Сыроедение бывает, вот что, чем мне не нравится сыроедение, вообще, конечно, я с огромным уважением отношусь к этой системе питания, потому что она и для меня стала когда-то очень мощным средством поменять свое сознание, свою жизнь и для многих других людей, конечно, это огромный шаг вперед по сравнению с обычным традиционным питанием. Но чем мне не нравится сыроедение, тем, что оно включает в себя ряд неестественных для человека продуктов и говорит об этом, что это хорошо, полезно для вас. Вот. Не говорит об этом честно, что это вот эти продукты, они неестественные для человека, и лучше бы, чтобы вы только ближайшее время их ели, потому что вы не едите вот всего того, что ели раньше, потому что эти продукты, они лучше, чем то, что вы ели раньше. Но и эти продукты для вас тоже не полезны, и лучше бы вам через сколько-то там лет их тоже убрать и от них уже уйти. Вот. Поэтому, если, поскольку человек этого чаще всего, сыроеды этого не понимают, и, соответственно, они акцентируют свое, могут акцентировать свое внимание именно на этих продуктов, и это происходит не у всех, но со многими это происходит, что они акцентируют свое внимание именно на этих продуктов. Речь идет здесь главным образом о злаках, о борехах, о бобовых и о всякой сыроедной обработке продуктов, сушка, смешивание и так далее. Вот, и такое питание, оно не так уж сильно отличается от обычного традиционного питания. Ну, то есть оно, конечно, отличается, безусловно, оно не токсичное, оно загрязняет организм намного меньше, но оно все-таки загрязняет организм. Самое главное, что оно питательной ценностью обладает очень-очень ниже среднего. Вот, поэтому это уже создает определенные предпосылки для накапливания разных дефицитов, но самое главное, что такое питание, оно не всегда запускает процесс очищения в организме. Потому что изменение питания всегда предполагает, что организм тела очищается, приводит себя в порядок само и начинает хорошо усваивать вот ту пищу, которой мы его кормим. Вот это само по себе в автоматическом режиме происходит далеко не всегда, далеко не у всех. И как раз сыроедение, оно бывает разное. Оно бывает такое, которое очень здорово усиливает эти процессы, запускает их и обеспечивает. А бывает такое сыроедение, которое этому даже препятствует. И наоборот, никак это не усиливает, не ускоряет, а даже наоборот замедляет и тормозит. То есть в этом плане оно принципиально влиять не будет. Потому что с точки зрения сыроедения, человек, который ест фрукт, он сыроед, человек, который ест овощной салат, он сыроед, и человек, который ест сыроедную пиццу, он тоже сыроед. И это все сыроеды. Но по действию своему на организм, фрукты, салаты и сыроедная пицца, это совершенно разные продукты, и они делают совершенно разные вещи в организме. Поэтому как мы питаемся на сыроедении, это тоже еще большой вопрос, и то, что с нами происходит, во многом как раз ответ на этот вопрос, как мы питаемся. Так что сыроедение, сыроедение рознь. Это нужно понимать, и процессы, которые идут в организме, тоже хорошо бы понимать. С другой стороны, процессы очищения в организме имеют принципиальное значение, потому что главным образом речь идет об очищении кишечника, и только в полностью очищенном чистом кишечнике имеет шанс восстановиться нормальным микрофлором. И только когда восстанавливается нормальная микрофлора, она начинает обеспечивать организм человека большим количеством разных питательных веществ, которых не содержится в сырой растительной пище. И только в этот момент такое питание для человека становится полноценным. До этого момента сыроедное, вообще растительное питание для человека является неполноценным, потому что растительная пища не содержит в себе целого ряда веществ, которые люди привыкли получать из животных продуктов, и которые в норме они должны получать с нормальной микрофлорой. И когда мы животные продукты своего рациона выкидываем, мы фактически живем на запасах этих питательных веществ и ждем, когда у нас восстановятся нормальные микрофлоры. А нормальные микрофлоры восстановятся только тогда, когда у нас очистится кишечник. А вот когда у нас очистится кишечник, это очень большой вопрос. И как я уже сказал, далеко не каждое сыроедение обеспечивает вообще процесс очищения кишечника. И плюс к этому здесь еще большое значение имеет собственно свойство организма. Я вот по работе с своими пациентами прекрасно знаю, что люди очень сильно разные, и у одного человека все процессы очищения, ему чуть-чуть питание поменяй, у него автоматически все процессы очищения запустились. Даже не нужно думать о том, как их запускать, уж тем более не надо ничего делать. Просто немножко поменяли питание, тело уже само начало все делать, и надо просто подождать, пока оно все это доделает. А другому человеку 10 разных процедур проведешь, он несколько лет будет этим заниматься, и у него только чуть-чуть начнется вот этот процесс очищения. Хотя он точно так же поменял свое питание, и кроме того, что он поменял питание, он еще кучу всего сделал, кучу сил для этого приложил. Вот настолько мы все разные. И соответственно, если у нас процессы очищения не запустились, микрофлора в кишечнике у нас не начала восстанавливаться, мы не получаем все эти питательные вещества. А речь в основном идет о витаминах, хотя еще в меньшей степени здесь речь идет и о незаменимых аминокислотах. Но я думаю, что наука, она здесь далеко не все знает, а скорее всего, речь еще идет о целом ряде веществ. Вот, и если у нас не восстановились все эти процессы, соответственно, у нас человек съел все свои внутренние запасы, и у него начали развиваться дефициты. И эти дефициты, они рано или поздно приводят к тому, что у человека развиваются проблемы со здоровьем. И что он про эти проблемы со здоровьем говорит? Вот ровно то же самое, вот ровно то, что мы слышим сейчас от многих людей. Меня сыроедение, меня вот это питание привело вот к этим проблемам со здоровьем. И этот человек, безусловно, прав, потому что его, именно это питание привело именно к этим проблемам со здоровьем. Другое дело, что он его избавил от других проблем со здоровьем, которые были вызваны загрязнением, связанным с обычной традиционной едой. Ну, сейчас те проблемы уже прошли, они человеку уже не волнуют, а те, которые есть, они уволнуются. Соответственно, он говорит, меня вот это питание привело. Но питание в этом виновата? Нет, конечно. Это свойство самого организма человека, и, к сожалению, еще человек не разобрался в этих процессах. Это первый момент. Второй момент – это момент энергетики. Я энергетикой занимаюсь очень серьезно, и я считаю, что с питанием она связана в огромной степени. И я могу, я делаю совершенно однозначный вывод, что для современных людей основной источник энергии, жизненной энергии, для себя, для собственного тела – это, разумеется, питание, это пища. Это, там, в процентах сложно говорить, там 60%, 90%, 100%, ну, не 100%, конечно, но, по крайней мере, это явно намного-намного больше половины. То есть, 80-90%, там, 99% энергию люди получают из пищи. Когда мы переходим на сыроедение, мы начинаем питаться сырой растительной пищей, и сырая растительная пища, она содержит в себе энергии намного меньше, чем ее содержит в себе любая другая приготовленная пища, и особенно животные продукты. То есть, мы резко ограничиваем себя в получении энергии из пищи. Это предполагает, что если мы ограничили поступление энергии из пищи, это предполагает развитие у человека способности к усвоению энергии не из пищи, к получению энергии не из пищи, то есть к усвоению ее напрямую из пространства. Поэтому это является очень высокой духовной практикой, практикой высокого уровня. А что значит высокого уровня? Что как раз эта практика подходит не всем людям. А что значит, она подходит не всем? То есть, есть люди, у которых эти свойства, они просто не развиты, не развиты и не развиваются быстро, достаточно быстро. Поэтому таким людям такое питание на долгое время не подходит. И самое главное, что я абсолютно убежден, что современная жизнь, вот такая жизнь именно в современном западном мире, в социуме, в мегаполисе, когда человек ходит на работу, когда у него семья или какая-то личная жизнь или что-то еще, эта жизнь требует очень больших энергозатрат. И сырая растительная пища не может компенсировать эти энергозатраты. Там энергии не хватает для того, чтобы человек ввел именно этот образ жизни. И тут получается совершенно парадоксальная ситуация, что очень часто бывает, что человек много лет провел на сыроедении, у него все хорошо, у него все прекрасно со здоровьем, у него вообще все прекрасно в жизни. И он через какое-то время начинает есть обычную еду и говорит, мне вообще-то от нее плохо, я вот чувствую там тяжесть какую-то, вот у меня там живот растет, болеть начал. Но он ее продолжает есть. И когда он начинает спрашивать, а зачем ты ее ешь? Он не может ответить, он сам не понимает, зачем он ее ест. Вот я знаю, зачем он ее ест. Ему не хватает энергии, он хочет больше энергии. Потому что наша жизнь, она не способствует, наша культура западная, она совершенно не знает и не умеет, и соответственно не учит нас всех развивать в себе вот именно духовные навыки, то есть навыки усвоения энергии из пространства. Вот на востоке это все есть, в Китае люди занимаются тайцзи и юань, например, они там всеми городами утром выходят на улицу и занимаются все вместе. А тайцзи это одна из частей цигуна, которой как раз и есть практика развития своей энергетики, причем развитие своей энергетики именно не связанной с употреблением пищи. У нас ничего подобного нет, у нас единственная энергетическая практика, которая есть в нашем мире, которая такой не называется, это физические упражнения, физические нагрузки. Поэтому для меня вопрос изменения питания, вопрос физических и энергетических нагрузок, это совершенно неразрывный вопрос. Я считаю, что одного без другого быть не может. А вот как раз, когда люди воспринимают это одно без другого, они и остаются в итоге с дефицитом энергии, и они в итоге понимают, что им энергии не хватает, и что когда они начинают есть обычную еду, пускай они от нее чувствуют себя хуже, но энергии они получают больше, и они могут жить в нормальном социуме. А если такой человек забросит социум и уедет куда-нибудь жить, вот там он будет, скорее всего, будет жить уже нормально на сыроедении, там будет себя хорошо чувствовать, и там у него будет медленно-медленно постепенно все это развиваться, просто потому что образ жизни такой будет требовать от него энергии намного меньше. Так что, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я вижу именно два вот этих вот основных момента, две причины, по которым люди через много лет, они уходят от практики такого питания. Что значит для вас адекватное сыроедение? Что входит в рацион, а что нет? Я не знаю, что такое адекватное сыроедение. Для меня адекватное сыроедение это то сыроедение, которое заканчивается через несколько лет, и цель которого подготовить человека к фрукторианству, к тому, чтобы питаться одними фруктами и больше не питаться ничем. То есть, оно, это питание, это совсем не обязательно должно быть сыроедение, я это в своей системе рассматриваю просто как здоровое питание, и я считаю, что здоровое питание, оно может включать в себя даже употребление животных продуктов, даже употребление мяса, и все самое главное, о чем здесь нужно думать, это о соотношении этих продуктов и об очищении, об адекватном очищении организма. Если у человека очень мощные выделительные системы, если они хорошо работают, то они избавят человека от всех вредностей, которые даже животные продукты могут ему нанести, хотя, конечно, лучше, если есть возможность, их не есть совсем. Но, что касается именно сыроедения, то его если и рассматривать как самостоятельную систему питания, то только в плане того, что оно должно подготовить человека к питанию фруктами. Потому что само по себе сыроедение, как я уже говорил, это питание как естественной пищей фруктами, так и неестественной пищей. И, соответственно, если человек развивается в своем питании, то он через какое-то время должен уйти от питания неестественной пищи в любом виде, в том числе и сыроедной неестественной пищей. Мой опыт сыроедения, анализ опыта других сыроедов показывает, что вины сыроедения многие женщины, девушки могут растолстеть. То есть не меняется рацион питания, они питаются также фруктами, овощами, без масел, без орехов и поправляются. То есть доходит иногда до абсурда, что даже от арбуза можно, грубо говоря, растолстеть. Как такое возможно? Что это? Это замедленный обмен веществ или как можно по-другому объяснить такое явление? У вас в этом плане какой-то уникальный опыт явно, потому что мне как-то больше всегда приходилось сталкиваться наоборот с проблемой, когда женщины, думаю, женщины, мужчины худеют до истощения и с огромным трудом потом возвращают этот вес. Но с другой стороны, я знаю, о чем вы говорите, я знаю тоже эти примеры. Другое дело, что просто вы пишете, что у вас таких примеров много, у меня лично таких примеров не очень много, но, наверное, специфика нашей с вами работы и разного круга общения. В общем, это все относится именно к тому, о чем я уже говорил. Самое главное, что должно начаться при изменении питания, это очищение, адекватное очищение организма. И адекватное очищение организма, это в первую очередь должна наладиться работа всех основных и дополнительных выделительных систем организма человека. И само по себе питание обеспечивает это далеко не всегда. И, скорее всего, люди, у которых это все происходит самостоятельно, они, скорее всего, ничьей помощи не ищут, ни вашей, ни моей, потому что у них все хорошо. А вот люди, у которых, соответственно, не все хорошо, у которых это все само не заработало, они будут ко мне или к вам обращаться и будут в том числе рассказывать про такие проблемы. И это не, скорее всего, даже это не недостаток самой системы питания. Хотя, может быть, тоже, потому что в сыроедении есть одни продукты, которые усиливают работу выделительных систем, усиливают процесс очищения. А есть продукты, которые замедляют ее и, соответственно, затрудняют работу выделительных систем и замедляют процесс очищения. Вот, поэтому с такими людьми, разумеется, есть о чем поговорить и о питании. Я с своими пациентами это постоянно этим занимаюсь. И именно эти вопросы все разбираю. Вот, но очень часто здесь эти вопросы должны решаться не питанием, а дополнительными очистительными практиками. Как жизнь показывает, что если сами выделительные системы не начинают работать адекватно, то им вполне можно помочь специальными методами. И эти специальные методы, они как раз и запускают через какое-то время работу выделительных систем на том же самом питании. То есть это вопрос не столько системы питания, сколько вопрос свойств организма человека. И если у организма человека свойства такие, что у него это в автоматическом режиме все не развивается, не запускается и не происходит, то, соответственно, ему, такому человеку можно помочь это все сделать. И тогда у него тоже все заработает нормально. И это относится к большинству современных людей. Поэтому всем этим дамам им можно порекомендовать именно, что усиленно заниматься очищением, чтобы их выделительные системы работали адекватно. И тогда у них не будет проблем ни с лишним весом, ни со здоровьем, ни вообще никаких проблем с телом. Михаил, что бы вы порекомендовали тем, кто только собирается переходить на живое питание на сыроедение? Я веду в интернете свою школу здоровья. Она называется «Школа здоровья Михаила Советова». Ее можно найти как у меня в социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке, так и канал на Ютубе. Именно под таким названием. Я в этой школе здоровья рассказываю, какие процессы вообще идут в теле человека, как меняют питание эти процессы, как оно влияет на эти процессы. И самое главное, что я рекомендую, это просто познакомиться с этой информацией, познакомиться с этими процессами, чтобы самому разобраться и представлять себе, что вообще происходит в теле, когда мы меняем свое питание. И, как правило, люди, которые ознакомятся с этой информацией, они уже не стремятся именно перейти на сыроедение, они стремятся просто оздоровить свое питание. И это, на мой взгляд, намного более адекватный подход, потому что само по себе сыроедение для большинства людей здоровым питанием никак не является по одной простой причине. Здоровое питание – это питание, которое отвечает двум основным правилам. И первое правило – это, что питание должно быть полноценным, то есть оно должно обеспечивать организм человека всеми необходимыми ему питательными веществами – белками, жирами, углеводами, витаминами и микроэлементами. Ну, по крайней мере, всеми из известных в современной науке. Так вот, современные люди, они, в принципе, не приспособлены в большинстве своем для усвоения сырой растительной пищи, просто потому что они ее всю жизнь едят очень мало. Поэтому резкий переход на сыроедение для них чаще всего заканчивается тем, что они за какое-то время приходят к дефициту основных питательных веществ – белков, жиров, углеводов. И после этого благополучно от этого питания отказываются. И для них это все равно хороший полезный опыт, это как диета, это как такой процесс очищения. После этого они нормально отъедятся на обычной еде, восстановят все свои дефициты, но тело их за это время улучшит свое состояние, очистит и так далее. Но поскольку им это не предлагают как временную диету, а предлагают именно как постоянное питание на каждый день, на всю жизнь, то, соответственно, у людей остается ощущение, что их обманули, потому что их тело явно не приспособлено к такому питанию. Им обещали, что все будет хорошо, а у них вместо этого все стало плохо. Тело стало очищаться, худеть, тащать и так далее. Поэтому такие люди, они чаще всего потом к сыроедению уже сами точно не возвращаются. И плюс еще и всем окружающим рассказывают про свой опыт, про негативный опыт-то все поговорить очень любят. Поэтому тут же начинают рассказывать всем про свой негативный опыт и еще других отговаривать. Это как раз и создает определенный негативный фон, который сыроедение имеет в этих кругах. Так что, на мой взгляд, самое главное это понять, что происходит, вообще что мы делаем. И когда мы понимаем, что мы делаем, то намного понятнее становится то, что происходит, и намного понятнее становится, а что делать, если что-то происходит. И очень часто даже понимание этих причин, оно уже дает возможность не спрашивать ни у кого, а что вообще случилось, а самому разобраться и самому понять, что надо делать, как нужно менять свою жизнь, свое питание для того, чтобы с тем, что произошло, разобраться и от этого избавиться, если это нужно. Так что, вот именно это я и рекомендую. Повышать свою грамотность. Потому что шаг очень серьезный. Сыроедение как система питания, она очень специфическая, и она подавляющему большинству современных людей, она не подходит для резкого перехода, чтобы сразу вот в один день поменять свое питание и стать стопроцентным сыроедом, и остаться этим стопроцентным сыроедом до конца жизни. Для подавляющего большинства людей это неприемлемо. Поэтому я рекомендую просто, во-первых, задаться этими вопросами, а во-вторых, начать собирать и получать информацию такую и разобраться вообще в вопросах питания. И в итоге выбрать для себя и прийти для себя к варианту именно здорового питания, которое, с одной стороны, все-таки обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, а с другой стороны, как это делает сыроедение, что есть основная цель сыроедения, это все-таки намного меньше загрязняет организм человека и дает телу человека возможность очищать себя намного эффективнее и очищать себя полноценно по сравнению с обычным традиционным питанием. Так что приглашаю всех смотреть выпуски моей школы здоровья. Они выходят уже в течение трех месяцев. Будут выходить, скорее всего, еще достаточно долго, потому что информации очень много. Я стараюсь ее очень подробно освещать и очень подробно про нее рассказывать, постоянно отвечая на вопросы, которые люди задают. Так что приглашаю, присоединяйтесь, смотрите. Я надеюсь, что мы все будем здоровы. Михаил, спасибо вам огромное за ваш бесценный опыт, которым вы поделились. Я думаю, что многие зрители и читатели подчеркнули для себя очень много полезной информации. Спасибо. Кира, вам еще раз спасибо за внимание, за интерес ко мне. Если у вас еще возникнет желание как-то продолжить наше с вами общение, то я буду только рад. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!